Одесса принимает международный форум. Его тема – трансконтинентальные перевозки. Главная задача – оптимизация доставки грузов из ЕС в Китай и обратно. Детали в сюжете Александра Полуева. Международный форум по формированию системы трансконтинентальных маршрутов между Европой и Азией собрал в Одессе представителей Китая, Азербайджана, Грузии, Казахстана, Польши, Словакии, Венгрии и других государств. Главный вопрос – как создать наиболее оптимальные маршруты для доставки грузов и товаров из Европы в Китай и обратно. Одна из основных задач для Украины – занять свою долю транзита на так называемом «Великом шелковом пути». Тем более, что и своя торговля с Китаем занимает большую долю рынка. Большую роль в логистике шелкового пути играет Черноморский регион, а именно порты. Здесь главное условие – конкурентноспособность, поэтому отрасль, в том числе в Одесской области, нуждается в постоянном развитии. Основная масса ведется историческим путем, морскими линиями, которые составляют около 3%. Железная дорога на шелковом пути занимает относительно небольшую долю – 2-3%. Однако, учитывая объемы, это хорошая возможность заработка. Помимо уже существующих железнодорожных проектов «Викинг», «Зубр» необходимо создавать новые, а также совершенствовать саму систему перевозок в Украине. Пропустив поезд, мы должны посмотреть, где у нас можно ужаться немножко в графике движения. То есть, чтобы было понятнее. Если поезд сегодня будет идти на протяжении 11 суток, а тот груз, который идет по другому маршруту, идет 9 суток, поэтому бизнес будет выбирать там, где ему более быстрое время доставки грузов. Кстати, на этом же форуме сообщили еще одну новость. Украинская железная дорога претерпела реформу и с 1 декабря работает в новом статусе. Мы были последняя железная дорога, которая работала как государственная администрация. Сегодня это юридическое лицо, которому никто не будет мешать работать. Министерство занимается функциями управленческими. Железная дорога работает как хозсубъект. Она должна работать как бизнес, как часовой механизм без сбоев и перевозить грузов. Помимо внутренних маршрутов, участники форума должны объединить их в удобные трансконтинентальные магистрали, что позволит ускорить доставку грузов и увеличить товарооборот.